В Индонезии состоялись выборы президента. В деловом совете и женском деловом альянсе БРИКС рассказали о планах на ближайший год. В Москве обсудили актуальные вопросы взаимодействия России и стран ОСЕАН. Туристов покорил храбрый слонёнок, победивший страх воды. В Индонезии избрали нового президента. Уверенную победу одержал министр обороны страны Прабова Субианта. В тандеме с ним на должность вице-президента баллотировался мэр города Суракарта Гибран Ракабумен Крака. Он приходится сыном действующему президенту страны Джо Кавидодо. По предварительным данным, этот политический тандем набрал более 57% голосов. Выборы в Индонезии, где право голоса имеют более 204 миллионов человек, считаются самыми масштабными прямыми выборами в мире. В этом году для голосования открыли свыше 820 тысяч избирательных участков. В стране действует так называемый быстрый подсчёт голосов. Он неофициальный, однако считается достоверным. Проводят его независимые организации, аккредитованные при избирательной комиссии. Официальные результаты голосования, как ожидается, объявят в конце марта. Избранные президент и вице-президент вступят в должность в октябре этого года. О ключевых направлениях работы в наступившем году рассказали в Деловом совете и женском деловом альянсе БРИКС. В 2024-м, который проходит под председательством России в международной организации, состоится около 200 мероприятий, в том числе саммит глав государств в Казани и встреча министров иностранных дел в Нижнем Новгороде. Одной из главных задач на текущий год будет гармоничная интеграция во всю механику стратегического партнёрства БРИКС новичков. Это Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Доля стран БРИКС в торговом балансе России за прошедший год составила около 40 процентов, набрав хорошую динамику роста. Страны объединения ведут 85 процентов взаиморасчетов в национальных валютах. Активно обсуждается возможность внедрения цифровых денежных единиц. Вступление пяти новых стран открывает широкие возможности и для Делового совета БРИКС. Я полагаю, что мы, конечно, можем достаточно серьёзно увеличить наш внешний торговый оборот. Это первое. И второе, тут сегодня неоднократно и Сергей Алексеевич об этом говорил, упоминались, что одна из задач – это инвестиции. Вы знаете, что арабский мир достаточно серьёзно, так сказать, имеет финансовые основы и возможности финансов очень серьёзные. С некоторыми из структур арабского мира мы работаем, они инвестируют в Россию. Это тоже известный факт. Интересы предпринимательниц из стран-участниц представляет женский деловой альянс БРИКС. Его председатель с российской стороны Анна Нестерова рассказала о работе альянса и анонсировала проекты на текущий год. Особое внимание мы уделяем развитию делового сотрудничества через изучение и понимание уникальных особенностей, культурных особенностей, традиций стран-участниц. Поэтому в 2023 году альянс организовал, запустил работу культурного клуба БРИКС, в рамках которого разрабатывается руководство по деловому этикету стран БРИКС и обучающие видеокурсы для предпринимательниц из 10 стран. В период российского председательства мы планируем запустить флагманский проект женского делового альянса БРИКС. Это единая цифровая платформа, которая объединит женщин из 10 стран БРИКС. Платформа будет в себя включать информацию о совместных проектах, базы данных компаний, которые женщины руководят, вводеют. Это учебные материалы, обучающие курсы, статьи, исследования, опросы, информацию о деятельности рабочих групп, чаты, новости, видеоинтервью. В начале июня в Москве состоится форум женского делового альянса. Он станет площадкой для диалога представительниц бизнес-кругов стран БРИКС. На форуме также запустят проект единой цифровой платформы и конкурс лучших женских стартапов БРИКС. Кибербезопасность, энергетика, технологии, электронная торговля, экология, образование, научное сотрудничество. В этих сферах Россия и страны ОСЕАН могли бы наращивать взаимодействие. Об этом говорят и российские, и зарубежные эксперты. Так, на круглом столе, посвященном актуальным вопросам взаимодействия в формате Россия-ОСЕАН, спикеры подчеркивали, обмен опытом необходимо расширять. «Мы могли бы проводить совместные исследования. Россия имеет очень сильные позиции в области космоса, в других сферах, в областях искусственного интеллекта. Мы могли бы обмениваться знаниями и способствовать развитию исследований как в России, так и в странах ОСЕАН». Еще одним элементом взаимодействия эксперты назвали информирование жителей разных стран о культуре и традициях друг друга. Важную роль в этом отвели средством массовой информации. «Многие мыслят категориями стереотипов. У нас сформировались некие образы о определенных народах стран Юго-Восточной Азии. У, конечно, жителей этого региона есть свои стереотипы о россиянах». По словам специалистов, такое стереотипное мышление может завести в информационную ловушку, которая помешает реализовывать конкретные проекты. Но с помощью СМИ, которые работают в поле, на местах, можно передать аудитории достоверные знания о других странах и народах. Храброго слоненка, переборовшего свой страх перед водной стихией, засняли посетители долины Диких слонов в китайской провинции Юньнань. Детеныш снова и снова подходил к воде, но каждый раз колебался, крутился вокруг себя и отступал. В конце концов он набрался храбрости и окунул ногу в ручей. «Стадо, которое было здесь в тот день, состояло из восьми слонов. У взрослой слонихи четыре детеныша, и наш герой – самый младший. Его старшая сестра по мере взросления начинает выполнять функции няни, помогая маме заботиться о своих братьях и сестрах». Смотритель уверяет, слоненок долго не решался зайти в воду не из вредности. Просто он еще слишком мал, да и вода была достаточно прохладной. Но он все-таки смог перебороть себя. Субтитры создавал DimaTorzok